Салютки, друзья! Мы на нашей ласточке долетели до доктора. Сейчас пойдем, у нас с Сашей термин. Но главным образом у меня пойду покажу свою шишку. Вот, про которую я вам говорила. Видите? Чуток видно, да, на камеру? Я свою шишку не буду показывать. Не будешь? Короче, кто нас только раз. Бу! Ты уже? Сидит, меня ждет. Так классно здесь вообще. Поехали. Какая ширмочка. Ширмочка. Аллея такая прикольная. В общем, семейная мне дала направление к лору. А я так и думала, что стоит с лора начинать. Чего тут я ступила? И что? Термины только на конец августа. Переходить в острый час, сказали. Когда острый час? Каждый день с 8 до 10. То есть завтра тебя привезли на час? И еще какие-то дни есть с 3 до 5. Мороженое хочешь? Нет, давай вечером. Поехали. Поехали. У нас завтрак. Мы с Сашей заехали, купили булочки на завтрак. Вот такие вот Саша предложил взять намазки греческие. Уж не знаю, вкусные, невкусные. Это что, хрен? Хрен? Это вот мы заезжали, хотели, да, вот такое купить. Но что-то у нас в Лидле в последнее время какая-то проблема. Нет ни Филадельфии нормальные, ни вот таких вот. Что у нас с хрёном? Я люблю, когда с хрёном, с рыбкой вкусно. В общем, поэтому мы взяли другого. Мы прям по-немецки завтракаем. Завтрак по-немецки, да. Все присоединились, кроме Артёма. Артём себе... Это не его завтрак. Он себе жарит макарошки с колбасой. Молодец, Артём. Он любит завтракать так. Основательно. Завтракает поздно, но основательно. Завтрак и обед. На самом деле уже сколько время? 12. Сколько? 12.10, да. Но я ещё не то, чтобы не ела, я ещё даже не пила. Думала, может, анализы надо бы узнавать. Но нет, не знаю. Ну ты исполнила. Ну нормально, Милан. Да? Да. Всё открывать? Ну как мы будем пробовать, наверное, всё. А как потом хранить? Ну вот. Я сейчас соберусь попробовать. Не попробуешь, не узнаешь. Считай, что это... Вот. Четыре вида намазок. Всё, приятного аппетита. Мы кушаем. Ризыку справа пробовать. Возьмём всех. Так, села наконец-то в первый раз за эти дни поучиться. Начала джаваскрипт. Всё, не могла себя заставить то мне ногти, то утюжить, то ещё что-то. Завтра у Тимурки день рождения тоже будет, наверное, не до этого. Может быть, поздно вечером, разве что. В общем, моя первая строчка джаваскрипт. Сейчас вам похвастаюсь. Смотрите, научилась делать вот такое окошечко, которое всплывает. И пока ты не закроешь, ты не увидишь основную страницу. Ба-бау. Это основная страница. Да Кесси, всё не Кесси, а какой-то вообще на нервах. Вот, смотри, видишь, мама какую научилась окошечко делать? Видишь, смотри. Закрываешь, а тут написано «Халло». Вот она, видишь? Круто? Что-то скажи, я не поняла, чему там было учиться. Ну, ты так не видишь же. Да, я понимаю, что это смотрится пока примитивно, но я такая довольна. Это мое первое всплывающее окошечко. Уже сама нашла. Мы с Миланой, короче, очутились в центре. Я звала Тимур. Я говорю, Тимур, Тимур, первый учебный день. Дедов, день рождения. Пойдём купим какие-нибудь тебе джинсовые шортики, там, джинсы новые, маечка. Ему ничего не надо. А он говорит, не, не надо. У меня всё есть. Замечательно, когда у тебя всё есть. У Милани всегда всё надо. Артём уже на обратном пути мы его встретили. Уже шёл домой, купил себе сам джинсы. Я ещё пока не видела, какие. Ну, мы вот с Миланкой только выбрались. Нам потом к зубному, поэтому заодно. Будешь брать вот такие? Да, смотрю, просто ещё. Леску? Не, не только леску. Снимают такие бусинки, которые с букварками. А-а-а. Вот, смотри, ещё всякие разные, Милан. А, леска, вон. Да, зашли. Милана меня разводит на такую ковточку. Она давненько такую хотела. Так, посмотрим размеры. Этот лучше или предыдущий? Мне кажется. А? А сколько тот был лет? Тот был? А где она у меня вот в руке? Это у неё 134-140 сейчас она мерит, а та была 146-152. Она 11-12 лет. Ну, Милан, это девочка высокая. Там рукава слишком длинные не были? У меня тоже вещи такие. Ну, она сама свободнее была, да? Да. Свободнее сама была, да? И какая тебе больше нравится? Да, как-то. Та? Ну, померь ещё раз её. Ну, да, это свободнее, да? Ту застёгивать было бы только-только, да? Или тебе та больше нравилась? Я эта. Покрутись? Ну, может, да. Примерочка. Покажи юбочку. Вот такую, Милана взяла юбочку. Ну, просто подними кофту. Вот, замочек сверху и разрезик на ноги. Такая же, как у клетчика. Они в наборе две штуки идут. Хочет, в общем, такие юбки. Да. Вот такую я намерила с той кофтой. Мальняха? Берём? Да. Дамочка, вы что, нас преследуете? Да-да-да-да, меня преследуете. Второй день уже. Мама звонит. Куда ты всё задом пятишься? Я издали красавица. А, так ты изблизи ничего. Мама работает, закончила? Звонит, а вы где? А я говорю, а вы вот здесь. Я так и подумала, я так прям чувствовала. Чувствовала, да? Так, всё, шопинг у нас закончился, у нас время поджимает. Идём к зубному теперь. Через старый город по красоте нашей Айхенской. Да? Не купили Милане тапки в школу. Милана говорит, мам, ну у меня же ещё есть, прошло год, они же мне ещё как раз. Ну мы, в принципе, их покупали во второй половине учёбы. И золотые у меня дети. Ничего им не надо. Всё у них есть. Хорошо, тепло. Интересно, как долго у нас ещё лето будет длиться. Обычно сентябрь ещё тёплый. Как-то у нас слишком быстро получилось прийти, да? Даже открыто? Всё, мы сегодня с Миланой успели, да? И зуба два вылечить. Ещё, не знаю, сколько осталось. Один, может, или сколько? Один. Я чё-то не спросила. Надо на следующей неделе будет ещё пойти. У неё же и так, и так надо было идти сегодня. Плюс ещё в отпуске пломба упала. Так что ходим, лечимся. Плюс я ещё себя показала, потому что мне сегодня семейная тоже сказала ну вот с этой вот стукой. Клору, ну она говорит, и зубному покажись. Ну я думаю, пользуясь случаем, раз уж я здесь, покажусь. Ну, посмотрели, вроде, что так всё нормально визуально. Ничего не болит, нигде не мешает. Ну у меня же там зуб мудрости, помнится, да? Вот здесь вот, который надо бы удалить когда-то. Но не мешает. Он под десной. Просто в бок он там как-то расположен. Зуб мудрости? Не удалять. Ну, неприятно. Не больно, потому что укольчик делает обезболивающий. А потом, помнишь, у мамы синяк на щёчке был? Ну не болело, нормально. Но всё равно, морально собираешься долго на такую процедуру. Так вот, мне выписали направление к зубному хирургу. Так, по-моему, он называется. Туда же, где мне зуб мудрости удаляли. Говорит, пускай сделают рентген, там всё проверят. Ну, чтоб наверняка уже всё перепроверим. И в Орпусской, и здесь. Так что, такие дела. А сейчас мы идём куда? В пиццарию. В пиццарию, которая возле Миланиной школы. И Милана говорит, каждый раз иду со школы, там так пахнет. Хочу их пиццу попробовать. Так ведь? Потому что попробовать, прям хочу, хочу. Я говорила. Но тоже попробовать хочу, да. Ну и мы решили сегодня отметить последний день каникул. Ага, интересно, закрыто. С пяти должно быть, по идее, уже пять. Мы тут собрались в нашей дружной компании. Вчера всё работало, а сегодня нет. И вывеску не повесили, что не работает. Что делаем? Аж настроение повисло. Что хотите, то и делайте. Ну, мы хотим. Саша говорит, пойдёмте мороженое есть. Пойдём мороженое. Пойдём мороженое есть? Что? Нет, пошли домой туда. Мам, где-то поездки. Саша говорит, пойдёмте. Я вам покажу другую пиццерию. Мы с Миланой мимо проходили. Вот она. Пицца-легенда. Что? Легенда, да? Да, я знаю. Ага. Легера. А, легера? Я ещё и читать не умею. В общем, подходим. Всё нормально. Часы работать. Каждый день с трёх до полуодиннадцатого. А, вторник. А, сегодня не вторник. А, сегодня вторник. Вторник в Сашу рует так. Это же надо. Я говорю, счастливчики, наше второе имя. А, маленькие вы сегодня... Я же говорил, пошли мороженое есть. Ну, я как раз вот проходил. Всё, мороженое идём кушать. Пошли. Симур сейчас вспомнил. Помните, мы проходили вчера эти дома? И сейчас Саша говорит, Симур, папа, а ты бы какой выбрал? Дом и этаж. Саш, где бы ты жил? Я говорю, интересно, Саш, мы с тобой бы жили вместе или нет? Вот прям интересно. Как цветы ещё раз выбрали? Белый дом, третий этаж. Белый, вот этот первый? И вон тот третий этаж? А, вон там, где флаг висит? Родина моя. Ты серьёзно? Всех люблю на свете я. Ну, давай говори. Вот этот, наверное. Какой? Вот этот. Жёлтый? Нет. Оранжевый? Вот этот вот. Вот, есть, как я. Этот оранжевый? Да. Какой этаж? Второй. Второй, это вот первый? А это второй? Или вот тот ты имеешь в виду? Нет, вот второй. Второй немецкий или второй русский? Второй русский. Буся, вы бы с тобой вместе жили бы, приколи. Подожди, в смысле? Из всех этих домов я выбрала вот этот и вот этот этаж. А разве мама не я? Нет. А я выбрала зелёный. Или баранжевый или баранжевый, если в зелёном, то вот во втором, да? И если бы вот этот, то тоже во втором. Ну, и таж ты точно не этот выбрал. Да. Ну, вот придёшь домой и пересмотришь. Что называется, муж и жена. Саша, мы с тобой вместе бы жили. А я бы не вообще не помню. А с тобой бы, значит, вы не жили. Я хочу с мамой, так-то стоит полный. Решили, пойдём дюайнер возьмём хотя бы. А тут, кстати, пицца тоже есть. В общем, пришли нацельно сюда. А здесь стоит до 11.08 закрыто. Ура! 12.00 мы снова вернёмся. Короче, я думаю, что мы уже наелись, можем домой идти. Да. В общем, в нормальной еды пойдём. В общем, последняя надежда. Я вот уже даже не знаю, тут, наверное, сладости. В общем, пока мы были в отпуске, вот здесь на районе открыли. Выглядит какая-то кофейня, не знаю. Сейчас зайдём, посмотрим. Вообще, нас супа ведёт и съест мороженое. Похоже, да. Здесь вот у нас тоже мороженое. Ура! Мы усеялись. Лена разложила показать папе, что она купила за свою денежку. Покажи, что тебе зубной подарил. Коробочка. Коробочка. Сказала, скоро у неё ещё пару зубов выпадет. Вот тебе коробочка. Для зубов. А ты вот сейчас ушла бусинки сделать? Не, ну не совсем бусинки, можно и корону. Можно и корону, но на шее, в общем, это закручивается. Вот оно, куда мы пришли. Сейчас будем выбирать, что тут вообще имеется. Завтраки имеются. Наверное, какие-то бутерброды. Обеды. Будь здоров. Спасибо. Хумусы. Ну, я думала, тут только сладости, а нет, смотри-ка. Ладно. Сейчас изучим подробнее. Так, нам уже какао принесли с подгорелым машмолом. У меня почему-то просело немножечко. Милана уже накинулась на сливки, потому что у неё конкуренция осанка. Это мне или мне? Это Милане. 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 У меня в последнее время всё сладкое. Очень сладкое. Я прям не могу. Я вообще сладкое не лезю. А я себе взяла сливок. Я взяла сначала этот торчик, но как-то я с отгенерировался. Убери, кушай. Нет, чувствовала очень. Тимура чем-то полили. Он там на ветре не полито стоял. Чем полит, Тимур? Просто кушайте вместе со сой. Только аккуратно смотри, чтобы она, главное, чтобы наедение не было. Кушала тебе, да. Будто я обычный. Может быть. Это тоже вкусно. Мне нравится. В общем, осы испортили нашу вечеринку. Да её нормально. Дети убежали. Дети убежали домой, а мы с Сашей остались кайфовать. Так хорошо идти. Детей нет. В один момент по 4-5 этих ос было. А самое интересное, что дети ушли и осы разлетелись. Вот две только осталось. То ли потому, что мы всё съели. Ну, кстати, вкусно здесь было. Вкусно. Особенно вот этот вот. Такие чашки, как будто грязные, да? Да-да. Сделаны. Прикольно. Если грязные, то и не видно, да? Даже внутри такая же. Да-да. Видите, как будто осадок. Интересный подход. Что я хочу сказать, что самое вкусное вот это было, да, Тимуркин? Кезы кухон. Угу. Смотрите, он вообще даже не похож на кезы кухон. Он такой какой-то нетипичный, необычный. Я бы даже ещё зашёл сюда разок. Нормально. А остальное тут, я видела, там что-то готовят. Есть типа бутерброды каких-то, по-моему, ещё что-то такое. В общем, плохо, что в меню нету картинок. Мы не поняли, если честно, что ещё такого тут взять. И взяли тупо чай, кофе. Ну, это новая кафешка. Её ещё до нашего отпуска не было. Она появилась сейчас. В проекте она была, там уже на стёклах что-то наклеено было. А вот мы приехали, она уже полностью открылась. Саша зашёл к ним в Инстаграм. Тут завтрак. Называется Tante Bride. Я сейчас тоже, наверное, в сторис у себя покажу. Смотрите, на завтрак тут что есть. О, зерновые разные. С фруктами вообще. А, вот это вот я видела, там тоже что-то похоже готовили на кухне. Видишь, картинок не хватает. То есть, как я видела, может заказала бы такое. Ну, вот сейчас смотришься. Я подписался, если что. О, это внутри так, может быть, да? В какой-то образе есть? Да, вон они там. Ага, ну, в общем, да, имеется в виду. Ну, какие-то сковородка какая-то, смотришь, что же сковородка. Что было написано? Хоть те тестин ви айне толес айс. Мороженое. Найн толен айс. Сковородки мороженое. То есть, видно, сковородка холодная, чугунная. И в ней мороженое. Может быть, да. А я не видела там в меню мороженого. Вот, очень полезный инстаграм заходить. В общем, в меню не падает картина. Вот такой тоже здоровый. Тоже здорово, да. Блин, вот видишь, с тобой вдвоем придем. Дети такое вроде не поймут. Нужно именно вот, чтобы в сторисах отслеживать, что тебе понравится. Что еще есть. Лук-лучок у Тимура. Новые шортики. Майка. Это же Мону встретили. Вот дома купила Тимур. Новый прикидик. Нравится тебе? Угу, мне нравится. Прикольно. Еще сейчас будет один нарядик, да? Сначала танки у тебя не будут взаимодействовать никому. Ай, баба, молодец. Теперь он будет танки фигуальнее играть. Замечательно. Я это хотела, типа, у мамы спросить, какой у него, типа, топ-4 самых любимых факультетов. Ну, там, самый любимый, потом второй место. Слизерин. Первое место. Гриффиндор второе. Пуффендуй. И как-то... У меня первое место Пуффендуй, второе Слизерин, потом идет Гриффиндор, и потом уже как-то... Потому что, а какой-то врань я сказала бы, ну, меньше всего там приколовов. Я не сказала бы, что Пуффендуй прям слишком много, но мне как-то, не знаю, нравится такой персонаж, как Седик, например. Ну, такой, ну, вычит. Ну, короче, тот, кто смотрел Гарри Поттера, либо читал, тот знает. Ага. Вот. Ну, мне нравится прикольно выглядеть. И особенно шрутиками. Ну, хорошо сочетается, да? Да. Ну, давай теперь второй лучок. Ну, давай, второй лучок. Ну, первый повеселее, конечно, но второй тоже ничего, да? Ну, да. Ну, я скажу вам больше, типа, как пижама какая-то. Хотя я бы пижаме не сплю. Ну, не сказала бы, как пижама. Не знаю, какой-то... Не, ну, чувствую, как будто ты находишься на какой-то пижаме. Ну, не видишь, что я шёрт. Шёрт. Да не только по себе, да просто сама майка чем-то напоминает это, какой-то пижаме. Ну, именно такого там материала будет. А мы заскочили на дачу. Сегодня то туда, то и сюда. Сливы, видите, синие, красивые, червивые, бляха-муха. Что ж такое. В общем, польём сейчас огород, соберём урожай. Лук вообще не растёт, ничего не растёт. Помидорки. Смотрите-ка. Вот они мне хоть глаз радуют. Здесь уже покраснело. Ну, мелковато. Так они рост быстро дали. Такие вроде смотрелись удальцы молодцы. Везде по одной помидорке. Ну, ладно, как есть. О, тут подвязать надо. Тут падает. Так, сейчас мне Саша леечку принесёт. Будем поливать. Слушай, завтра в школу не верится. Смотрите. Три новых кабачка намечается. Вопросы. Вырастут или сгниют? Делаем ставки, господа. Вот эта Магдалина, мне так понимаю, сказала удалять. Те, которые пустоцветы. Удалю. Всё. Правильно сделала? Напишите мне. Ой, даже вон четвёртый. Батюшки, сколько их тут будет? Вот бы они, правда, выросли. Угощайся. Моей консервацией. Засаливать будем? Конечно. Это моя трёхлитровая банка. Ну, вкусная. Конечно, вкусная. Давай, выходи. Не стесняйся. Это мы с дачи еду везём домой, представляете? Как с магазина. Как с магазина. И у нас эти шампиньоны... У кого что на даче, между прочим, растёт? А у нас на даче куриные окорочка растут. Видели? Зачем нам ваши помидоры, если мы можем есть курицу? Мы курей выращиваем. Курей выращивать. И есть даже ещё с пеней. С пеней выращиваем. По совместительству. С лодочкой там и ещё. И йогурты делаем. Короче, у нас всё есть. И даже сметану. И шампиньоны, которые мы на выходных привозили, они замёрзли. Я думаю, что размораживать надо, что порчили. Попробуй узнаешь. Да, ты шампиньоны замороженные испорчили? Не попробуешь. В общем, они замёрзли. У нас слишком морозит холодильник. Надо сделать поменьше. Мясо же не замёрзло? Ну, частичные, так смотри. Эта сметану там с йогуртами раздавил? Лучше пусть оно замёрзнет, чем оно, знаешь, испортится. Растает, да. Спать пора, уснул бычок. Лёг в кровати. Поехал, заправился по евро 76. Приколите, да? Полный баг. Дешевле, чем в этом. Во Франции было. Тимур, иди сюда. Разговор есть. Серьёзный. Садись. Тимурка, мы... Ты готов к завтрашнему дню? Велик накачал, колёса проверил. Да, я накачиваю велик, избавился от лишних звуков. Цепь приготовилась. Единственное, цепь ещё не помазала. Ну, думаю, один день поеду, а... На выходных смажешь? Ну, я потом ещё её смажу. Цепь приготовилась к ключу для велика? Да, она уже в сумке. Шлем уже там на муке. Ты готов? Шлем уже приготовила, да. В общем, мы с мамой хотели сказать тебе, что ты большой молодец. Что ты ухаживаешь за велосипедом. Что ты весь прошлый год отъездил на велике, и он у тебя остался целым. Он остался. Ну, немного ломался и иногда приходил. Да. Так как нам не пришлось тебе покупать проездной, и ты ездил на велосипеде, мы решили тебе возместить... Мы сэкономили денежки с папой на велете, на проездной. И мы решили тебе отдать 100 евро. За то, что ты весь прошлый год ездил на велосипеде и не тратил деньги на проездной. Купи себе что-нибудь, что ты очень сильно хочешь. Либо подожди подарочки, добавишь и купишь что-то хорошее. Есть. Если этот год весь проездишь на велике, возможно, будет еще раз так. Посмотрим. Но это за прошлый год, за то, что ты отъездил на велике, за ним ухаживал, не сломал его. Мы решили так тебя вознаградить. Я думаю, будет честно, правда? Ну да. Потому что, Артем, это мы проездной каждый месяц покупаем. А ты экономник, а на велосипедике. Я считаю, что ты заслужил. Можешь потратить как ты хочешь или отложить, думай сам. Я его отложу и подожду до завтрашнего дня, когда, может, получу еще от бабушек. И тогда купишь что-то стоящее. Спасибо. Молодец. С наступающим тебя учебным днем было. Он реально вчера без всяких замечаний или каких-то подсказок пошел, сам достал велик, накачал колеса, смазал там все, все сделал, проверил, подготовился к школе. Ну, в общем. Ну, у нас это было в планах. Мы с Таней уже... Мы еще думали в начале лета, но сейчас уже вспомнили. Решили, что тянуть. Так что ты молодец. Начинает учебный. Да? Все, давай, ложись спать. Спокойной ночи. Завтра в школу. Так. Я куриные бедрышки замариновала. Прямо вот так вот кусками. Завтра в духовку заброшу. У меня здесь майонезик, много чесночка, соль, перец, копченая паприка, хнели-сунели, как он там называется правильно. Не даже не помню. Ну, вы-то поняли меня, да? Вот такая вот у меня поправа. А, хмель-сунели. В общем, сейчас это все накрою, поставлю в холодильник, промаринуется, и завтра будет бомба. У нас все пошли дрыхнуть. Кроме вот этих девчонок и Артема. Артем пошел мыться только сейчас. Ее следующее. Саша уже приготовил у нас завтра велосипед. Кстати, да, баллон газа у нас стоит с дачи. Все никак мы его никуда не реализуем. Второй день. Завтра собирается уже ехать на велике. Говорит, забыл, что у меня такой хороший велик. Нужно пользоваться. Он стоит без дела, пока погода позволяет. В общем, приготовил на завтра, чтобы утром уже по подвалам не шоркаться. Даже не утром, а ночью. Так, друзья, чуть не ушла, не попрощавшись. Пошла уже мыться. Думаю, сейчас спать. А вам-то пока не сказала. Нехорошо получилось. Все, друзья. Хорошего всем вечера. Спокойной ночи. Всех обнимаю. Увидимся с вами завтра. Всем пока.